В ГЦСЕ представили финалистов Х-конкурса «Инновация» Жанна Васильева. У Всероссийского конкурса в области современного визуального искусства инновации нет лонг-листа. 25 проектов, вышедшие в финал в пяти номинациях, по пять, в каждой, это, считайте, и длинный, и короткий список сразу. И в отличие от прошлого года, когда выставка конкурсантов инновации проходила на двух площадках, в ГЦСЕ арт-пространстве ЦУМа, в этом году все работы финалистов представлены в одном относительно небольшом зале ГЦСЕ. При этом, никаких признаков павелонского столпотворения или коммунальной разноголосицы. Юбилейная, десятая выставка номинантов конкурса «Инновация», сложилась в сильное целостное высказывание. Читайте также, в Третьяковской галереи показали двойные картины Николая Касаткина в центре зала, макет Триумфальной арки, которая оказывается симбиозом строительных лесов и коморки Гарстарбайтера. Арка – часть инсталляции «Спартак» и «Таймс Нью Роман» Хаима Сокола. За аркой на экране разворачивается восстание «Спартака», своего рода реконструкция римской истории, исполненная гастарбайтерами. В этой реконструкции все, кажется, подчеркивают ее невсамоделишенность, и старые железные листы вместо римских знамен, и раструб водосточной трубы вместо шлема Триумфатора, и инструменты водопроводчика как ударные. Актеры то смущаются, то смеются. Вся эта бутафория вроде оправдывается тем, что снимается кино. Получившееся кино в свою очередь отсылает к ним и фильме, но не мелодраматической, а революционной. Экспрессивные жесты, подчеркнуто условные социальные маски персонажей, энергичный монтаж. Тут явно реконструируется не только Рим и бои гладиаторов, но и воодушевление левых художников 1920-х годов. Красные знамена из старых тряпок, трафуретные портреты Владимира Ленина, Эрнста Тельмана, Розы Люксембург на поржавевших листах явно отсылают к памяти о спартаковцах немецкой революции 1918 года. Эти две бутафорские реконструкции, театральная и киношная, вроде рамок, создающих дистанцию взгляда, они позволяют обнаружить в безымянных для нас рабочих в оранжевых робах, нет, не актеров, обычных людей. История о Спартаке, как и съемки революционного фильма, создаются как пространство общего действия и взаимопонимания. Пространство, в котором вопросы о свободе и рабстве, справедливости и борьбе за права могут быть поставлены хотя бы понарошку. Искусство оказывается стимулом коммуникации и местом встречи людей с разных концов социума. Читайте также. В Москве открылась выставка фотографий знаменитой мастерской на дар обретения языка, возможность высказаться и необходимость для общества, прежде всего, сохранение критической позиции оказывается главной темой видеоинсталляции группы «Что делать и исключенные» в момент опасности. Если в прошлых своих работах группа во многом опиралась на театральную поэтику Брихтовского театра, на диалог хора и голоса одинокого человека, то в нынешней – ставка на новую танцевальную пластику, заставляющую вспомнить театр Пины Бауш. Обретение речи через язык тела в условном пространстве белых кубов, параллелепипедов, подчеркнуто театральным, соединяется с монологами в духе документального театра в параллельном пространстве и мониторах новости и снимки из соцсетей на экранах планшетов, смартфонов. Впечатляет не только мастерское создание персонажей с четкими социальными историями, но и внятность авторской позиции. Вместо вопроса о героях ставится вопрос о неудачниках, забытых историй, и среди них оказывается не только народник Ипполит Мышкин, отправившийся на спасение из ссылки писателя Николая Чернышевского, но и академик Андрей Сахаров, отправленный в ссылку после того, как выступил против ввода советских войск в Афганистан. Актуальная тематика при этом не превращается в чистую публицистику. Зрителям, как и персонажам, предлагается самим найти свои точки осчета, чтобы определиться с координатами во времени и пространстве, истории и космосе. Вообще, театральная эстетика оказывается очень значимой для проектов нынешней инновации. По крайней мере, в номинации произведения визуального искусства. Инсталляция Ирины Кариной припев, она была в шорт-листе номинантов на премию Кандинского 2014, предстает как пространство оставленной сцены театра повседневной жизни. Праздник жизни отшумел, укатившись дальше, оставив пустые витрины, осыпавшиеся блестки, мягкую оболочку ходячих с рекламой кукол. Вечное доживю, как навязчивый пошлый мотивчик балагана жизни. Интрига остается актуальной до 21 апреля, когда будут объявлены победители. Что касается работы Творческого союза Тереза, то его участники сделали кукольный спектакль «Пояс Афродиты». В нем условные куклы произносят монологи реальных тружениц секс-индустрии. Сценки, то гротескные, то смешные, то печальные, перемежаются фрагментами записанных интервью. Эстетика площадного театра соединяется с документальным видео и абстракцией бумажных кукол. Но меньше всего это калаш в дадаистском духе. Введение в зону видимости и исключенных по умолчанию маргиналов социума, довольно давняя традиция современного искусства. Но у нас она, пожалуй, в новинку. Читайте также, в фонде Екатерина открылся департамент Орлов Андрея Филиппова лишь изысканная работа 1,4. 19 объединения «Куда бегут собаки» вместо дистанции театральные условности предлагают зрителю объективный взгляд ученого на опыт с бегающей по лабиринту мышкой. Выходов тем меньше, чем больше упущенных возможностей. Возможности, представленные виртуальными мышками, которых мы видим на экране над реальным лабиринтом. Эти же двойники запирают выходы. И чем энергичнее белая мышка бегает, тем вернее оказывается запертой в тупике. И тут-то перед ней открывается отличная возможность заново обдумать жить и бытие. Словом, мышка живет в мире, до боли похожей на человечий. Любопытно, что фактически те же темы наблюдения, разрывов социальной коммуникации, поиск нового языка для того, чтобы быть услышанными, появляются в работах в номинации «Новая генерация». Среди претендентов на премию, спектакль «Смерть Тарелкина», в котором пьеса «Сухова Кобылина» становится основой для рассказа об Эдварде Снаудине, фильме Евгения Гладильщикова, видео-праздник Полины Канис, инсталляция «Зелень внешней лаборатории городской фауны» и проект «Лер-Лернер город перемещенных лиц». При этом абсолютно новых имен тут немного. Евгений Гранильщиков и Полина Канис были призерами премии Кандинского в номинации «Молодой художник». Канис 2011 году Гранильщиков в 2013 Гранильщиков сделан в почти той же стилистике кино без кино, рассказа без рассказа, комментария без комментария, что и его фильм-позиции. Главное в фильме остается за кадром и за монтажными стыками. Но не потому, что речь о невыразимом, не для того, чтобы крепче сделать повествование, а для того, чтобы создать соспенс-фигуру умолчания. Прием популярный в авторском кино 1970-х 1980-х востребован вновь. Как и тогда, он рассчитан на взаимопонимание со зрителем-современником, который в курсе событий. Что касается визуальных эффектов в кадре, то они складываются в тщательно продуманный ритмический рисунок. Читайте также, в ГМИ представили обновленную экспозицию западного искусства среди открытий нынешнего конкурса. Лаборатория городской фауны с инсталляцией зелень внешняя впервые была показана в павильоне зерно на ВДНХ, и Лера Лернер, которая собирает необычных городских персонажей, работающих волшебниками. Кто-то штопает вязанием прорехи железных ограждений, кто-то поет в метро. Для усопших, кто-то расписывает лаком рюкзак. Лера создает галереи фото- и видеопортретов чудаков большого города, открывая в их странных акциях поэтический потенциал. В их ряду можно найти ее автопортрет «Птицлава», который любит вольность птиц и отпускает их, оставив память о встрече. Ее дневник похож больше не на скучный каталог, а на рассыпанные листки хазарского словаря Павича. Интрига остается актуальной до 21 апреля, когда будут объявлены победители. Но, как всегда, герои двух вне конкурсных номинаций уже известны. Премию за творческий вклад в развитие современного искусства получит Андрей Монастырский, концептуалист, поэт, вдохновитель, организатор и летописец коллективных действий. Премию за поддержку современного искусства России получит Михаил Петровский. Цифра 300 заявок было подано на рассмотрение экспертного совета премии. 25 проектов вышли в финал 3 миллиона рублей. Призовой фонд премии произведения визуального искусства Ирина Карина припев объединения «Куда бегут собаки» Творческий союз Тереза Пояс Афродита Коллектив Что делать? Исключенные В момент опасности новая генерация Евгений Гранильщиков Мультимедийный перформанс Смерть Тарелки Наполина Канис Праздник Лаборатория Городской Фауны Алексей Булдаков Анастасия Потемкина Зелень Внешняя Лера Лернир Город Перемещенных Лиц Кураторский Проект Юлия Ксенова Саша Обухова Перформанс В России Картография Истории Петр Белый Александр Теребенин Сигнал Полина Борисова Кирилл Кту Лебедев Паша 183 Наше дело Подвиг Анна Романова Галена Метеличенко Острова Юрия Соболева Андрей Смирнов Пионер Звука Памяти Погибших Инноваций Региональный Проект Современного Искусства Найля Аллах Вердива Арсений Сергеев Транзитная Зона Перм Евгения Бахтурова Полина Зиновьева Ольга Комлева Дарья Костина Культурные Лаборатории Белой Башки Екатеринбург Владислав Ефимов Алиса Савицкая Живой Уголок Нижний Новгород Евгений Стрелков Андрей Суздалев Ниж Новейшие опыты Акола Волжского Краеведения Нижний Новгород Елена Цветаева Огнишка Володька Игнась Казакевич Узблизкий Незнакомец Калининград Гданск Клопеда Теория Критика Искусство Знания Михаил Куртов Генезис Графического Пользовательского Интерфейса К теологии Кода Анна Романова Галена Метеличенко Острова Юрия Соболиванина Сосна Ксерия Федорова Медиа Между Магией И Технологией Олеся Туркина Виктор Мазин Жизнь Замечательного Манра Игорь Чубаров Коллективная Чувственность Теории Практики Ливого Авангарда